Здравствуйте, уважаемые зрители канала Нейромир ТВ! Сегодня мы не в нашей студии, а в гостях. В гостях у человека, которого вы очень хорошо знаете. И на мой взгляд, вот сейчас все внимание привлечено к Сирии, к Турции, к Украине. А на самом-то деле все гораздо глубже и ближе. Дело в нашей экономике. И сегодня мы в гостях у Константина Анатольевича Бабкина, главы Россельмаша. Человека, который, можно сказать, возродил старый советский гигант, как Россельмаш, дал ему новую жизнь. И вот я знаю, Константин Анатольевич, сейчас в Европе, в Германии ваши комбайны продаются успешно. Это уж до чего дошло. Немцы продают нам Мерседесы, Майбахи, Фольксвагены, а мы им продаем Торумы и Векторы. Ну, это, конечно, очень отрадная вещь. И тут можно только порадоваться за Россельмаш и за весь его коллектив. И ваши успехи с вашими коллегами. Но поговорить сегодня я хотел не об этом. Вот буквально на днях прошла секция Московского экономического форума, на которой звучало достаточно много интересных, на мой взгляд, выступлений. Ну, прежде всего, это Потапенко, предприниматель, который достаточно резко, но во многом правдиво отразил ситуацию в экономике и проблемы с чиновничеством. Я знаю, вы очень давно, что называется, на всех возможных площадках заявляете о том, что надо менять промышленную политику, надо менять экономическую политику, надо делать ее разумной, и так далее, и так далее. Вот прошедшая секция, прежде всего, она что-то лично для вас и для понимания окружающих дала? Ну, во-первых, добрый день, спасибо за такое представление, но не Константин Анатольевич Бабкин вывел Россельмаш из кризиса, а этим делом занимались десятки тысяч людей. Да, да, это коллектив, партнеры, руководители Ростовской области, просто многие жители Ростовской области, которые обслуживают Россельмашевцев, кормят, ну и так далее. То есть, это коллективная заслуга. Ну, действительно, нам есть сейчас что предъявить, наши комбайны продаются в Америку, в Англию, в Германию и в десятки других стран. Поэтому, ну да, мы прошли за 15 лет, то, что я участвую в сельхозмашиностроении, вот это достаточно неплохой путь. Дальше, про секцию, да, секция, ну я бы не сказал, что там вот она была какая-то революционная, хотя она прозвенела, да, в газетах на первых полосах было выступление Потапенко и Грудинин, брал какие-то миллионы просмотров. Вот, но я, для меня это, к счастью или, может быть, к несчастью, ну не была какая-то выдающаяся секция. Это была одна из многих, одно из многих заседаний. Это вы все знали уже. Московского экономического форума, где мы десятитысячный раз повторили все те же самые вещи. Ребята, с этой экономической политикой жить нельзя, это деградация, мы теряем огромные возможности. В России есть огромнейший потенциал в сельском хозяйстве, в промышленности, его мы упускаем, чтобы его реализовать, нужно делать то-то, то-то, то-то. Мы это уже много раз говорили, да, и сейчас это сказали еще раз. Когда я вышел с этого заседания, ну у меня было, конечно, осталось выступление Дмитрия Потапенко, который ярко поспорил с Гутеневым. Может быть, ну как, ярко, но не совсем вежливо и не совсем содержательно, что ли. Ну как бы перебивание, такая перепалка, она в формате ток-шоу, но выходила за традиции, которые установились в Московском экономическом форуме, где мы стараемся как-то более содержательные дискуссии вести. То есть по форме у меня была такая небольшая неудовлетворенность. И второе по содержанию. Вот все смотрят, да, это выступление, но я не совсем, не во всем согласен с Дмитрием. Начнем с того, что он сказал, что, ну посмотрите, это преступление, вводить эмбарго, это коррупционная составляющая, ограничивать импорт продуктов из-за рубежа в Россию. Ну он смотрит на ситуацию с точки зрения его, как руководителя сети розничных магазинов. Ну я как человек, близкий к сельскому хозяйству, к машиностроению, ну по-другому взглянул бы на эту ситуацию. Я считаю, что ограничение некоторое на импорт товаров, оно иногда, даже часто, должно иметь место. Потому что в сельском хозяйстве особенно конкуренция между российскими производителями и зарубежными часто носит характер неравной конкуренции. Потому что там дотации многомиллиардные, там поддержка экспорта, там дешевые кредиты. А здесь это, может быть, есть, но в сто раз в меньших масштабах. При этом наш рынок открыт был, ну и до сих пор по большому счету. То есть нашего крестьянина давят, вот, не много миллиардов, а на десятки миллиардов импортом продовольствия. Мы едим иностранный хлеб, колбасу, все что угодно, рыбу. При этом наши поля заброшены, деревни вымирают, сельское хозяйство деградирует. Вот, с этим надо бороться. И некоторые ограничения на импорт полезная вещь иногда. Другое дело, что эти ограничения должны носить неситуативный характер. Там санкции, мы ответные санкции. Если там санкции отменят, то мы тоже снимем защиту. Это не носит характер стратегического плана по развитию нашего сельского хозяйства. Нужна действительно стратегия, стабильная политика. Мы должны крестьянам нашим сказать, что, ребята, инвестируйте, выращивайте, сажайте, строите коровники. Мы вас будем поддерживать, будем вас защищать, давать вам дешевое финансирование. Учить ваших специалистов, будет у нас качественная система образования. И так далее. То есть, еще раз, Дмитрий много сказал правильного. Про политику Центробанка, которая душит нашу экономику. Про систему Платон, которая тоже подрывает конкурентоспособность нашей экономики. У нас была программа, посвященная как раз юридической стороне. И там говорилось, что три за одной тоже, как говорится, не берут. То есть, три расстрела они назначают. Да, ну, многие приводят пример, что в Германии, допустим, есть такие же, там, берут и за бензин акцизы, и собирают вот такой тариф за проезд по дорогам. Но Германия, она находится в центре Европы. И вот этот сбор за проезд по дорогам, это первую, на львиную долю касается зарубежных перевозчиков, да, которые везут из Испании в Польшу, из России во Францию. И это создает доход бедюжета. Это Германия снимает, да, вот с этих потоков там себе берет мзду, да. А у нас в России, вот изымая вот эти деньги из перевозчиков, мы тем самым не поляков, да, облагаем налогами, а наших производителей, наших аграриев, о чем, кстати, Грудинин сказал на МЭФе. Вот, поэтому была содержательная такая секция. Ну, с моей точки зрения, самая важная часть состояла в том, что мы предложили так называемую «Хартию-2016», или рабочее название «Хартия-25» вполне достаточно, имея в виду, что 25 лет гайдаровской политики, которые привели страну ко многим потерям в разных секторах, что это достаточно, и нужно реализовывать потенциал, нужно совершать поворот в экономической политике, и уже всем достаточно понятно, что нужно делать. Та же политика Центробанка, та же налоговая политика. Вот, Константин Анатольевич, мы подошли к очень важному моменту. Вы сказали, всем все понятно, что делать, что есть программа. Вот на Ваш взгляд, экономисты, кто из экономистов наиболее точно отражает интересы промышленников, предпринимателей, то есть вот той новой антигайдаровской программы. То есть антигайдар 2025, условно говоря. Ну, есть много у нас лидеров. Вот, к сожалению, нет такого у нас, ну, как бы, такого Ленина, да, который бы вобрал в себя всеобщую поддержку. Вот Сергей Глазьев, он говорит много разных, ну, правильных вещей, но он гипертрофирует проблему финансовой политики. У него 90% времени выступления, это вот про политику Центробанка, как он выводит деньги и так далее. Ну, с моей точки зрения, политика Центробанка, это процентов, ну, 15-20, да. Ну, изменить политику Центробанка, это вот, это лишь 15-20% решения всей проблемы. Нужно еще раз налоговую политику менять, регулировать цены на ресурсы с помощью налоговой политики, внешнеторговую политику регулировать, систему поддержки экспорта внедрить, перестать издеваться над системой образования и так далее. То есть, кто олицетворяет эту политику? Ну, мне хотелось бы, чтобы люди считали, что это МФ, да, вот ее, как бы, основные спикеры московского экономического форума. Ну, может, вам тогда имеет смысл как-то координировать свои программные представления с тем же Глазьевым? То есть, если вы во многих сходитесь, то, возможно, как раз вот синтез подходов Академика Глазьева и МЭФа позволит создать вот ту новую парадигму промышленно-экономической политики, которая поможет выйти нам из этих гайдаровских лет. Ну, вот, создание Хартии, предложение такой Хартии, работа над которой сейчас идет, ну, вот это и есть такая попытка объединить всех, да, найти взаимопонимание. Еще раз, значит, Хартия 25, да? Достаточно. Достаточно. Да, Хартия 25 достаточно. Ну, что ж, я думаю... Ну, или кто-то из партии Родина, там был представитель, сказал, это будет, ну, предлагаем назвать ее Хартия Третьей Силы. То есть мы не гайдаровцы, не там уропатриоты, не провластные. Вот у нас есть свой взгляд такой позитивный, нацеленный на развитие. Это тоже хорошее название. Ну, да, я согласен. В данном случае Третья Сила – это как раз то, что необходимо, на мой взгляд, сегодняшней политике не раскачивать лодку ни влево, ни вправо, а все-таки двигаться поступательно. Ну, вот, Константин Анатольевич, я давно беру у вас интервью, мы снимаем секции Московского экономического форума. Но, вот, смотрите, я помню, вы пытались организовать референдум за отказ от вступления в ВТО. В ВТО мы вступили. Значит, невступление в ВТО нам позволяло как-то ограничивать там внешние торговые потоки, по крайней мере, контролировать их, разумно контролировать. Значит, мы в ВТО вступили, все открылись, сейчас у нас санкции. Вот, вас не услышали. А вы верите, что вот то, о чем вы сейчас говорите, тоже услышат? Вот, вы говорите, нужна разумная экономическая политика, изменения того-того-того. Ну, достаточно много пунктов, и, надо сказать, они действительно очень разумные, они привязаны к реальному производству, как говорят, к земле, а не к каким-то там книгам монетаристов. Ну, вот, услышат ли ваши предложения? Не получится ли так же, как в ВТО? Ну, с ВТО, вы знаете, я не считаю, что нас не услышали. Сейчас уже общее место, что мы зря вступали в ВТО, эти 18 лет принесли огромные жертвы ради вступления в ВТО, которое оказалось пшиком. И люди это слышали, миллионы людей знают то, что это пшик, и знают, что мы это говорили, что мы предупреждали, что не нужны эти жертвы. Таким образом, ну, как, ну, мы, люди видят нашу правоту, и с большим вниманием относятся, я вижу это, к нашим словам. Наверное, сейчас власть проигнорирует нашу хартию, там, очередную секцию МЭФ, и сам МЭФ в марте у нас пройдет, власть сделает вид, что ничего не увидела. Но мы видим, что миллионы людей это читают, впитывают эти идеи. Мы действительно убеждаем уже много лет, что потенциал огромный. У вас крадут вот этой вот гайдаровской политики, огромные возможности, страну крадут. Вот, поэтому власть не услышит, проигнорирует. Миллионы людей услышат, и что-то для себя поймут. А мы знаем из истории, уже много раз это проверялось, и подтверждалось, что если миллионы людей чего-то хотят, то это потом случается. Поэтому вот мы продолжаем нашу работу, и этот поворот, он произойдет, я нисколько не сомневаюсь. Произойдет он завтра, либо через 10 лет. Тут уже я не берусь предсказать, но, конечно, делаем все для того, чтобы он произошел как можно скорее. Да, но не окажется ли цена слишком высокой за это упущенное время? Ведь то время, которое мы могли уже идти по новому курсу и развиваться, мы продолжаем следовать в Гайдаро-Чубайсовском фарватере. Продолжаем, и каждый день теряем не только огромные деньги, огромные возможности, но жизни теряем. Потому что человек или общество, которое не может реализовать свои таланты, не чувствует себя востребованным, оно деградирует. Это проявляется не только в падении нравственности, в падении интеллектуального уровня, но и просто сокращение количества жизней. Поэтому каждый день это огромные потери. Это очень большая цена. Мы цену платим за эту политику. Дорого нам обходится обучение? Десятки миллионов жизней за эти 25 лет. При советской власти, даже при Сталине, население России росло. За последние четверть века оно сократилось на 20 миллионов человек по оценкам. Ну понятно, да. Я бываю в городах, бываю за пределами Москвы, и там действительно рабочих мест нет, безработица, заработные платы очень низкие. И соответственно в таких условиях заводить многодетную семью это абсолютно невозможно. Ну да, вопрос не только денег, а просто человек, если чувствует сам, что он не нужен, то зачем ему продлевать эту ненужность в следующее поколение? Очень большая цена. С этим надо заканчивать. Ну вот вы также на секции говорили о том, что мы сейчас находимся в условиях внешнего такого экстремального состояния, ну можно сказать войны. Войны пока еще не на нашей территории, но тем не менее это есть и расходы военные, людские. Ну фактически все признаки военного времени. Вот либеральная экономика, к которой мы шли 25 лет и против которой вы выдвигаете контртизисы, она способна на ваш взгляд, вот в рамках рыночной, можно ли решить вопросы мобилизационной экономики, мобилизации всех сил общества для того, чтобы в войне победить. Ведь война это прежде всего цена своей победы, а не самим процессом. То есть сам процесс он очень неприятный. Вот либеральная экономика, достаточно ли вот тех запасов прочности, которые были за эти 25 лет созданы, как нас уверяют официальные СМИ, для того, чтобы одержать эту победу? Ну вот есть шизофрения у власти определенная. С одной стороны какая-то ультра бы и слишком бы какая-то воинственная политика, например, в отношении Турции, мне кажется, там перебор уже идет, такой уже в риторике, с нашей стороны перебор. Вот, то есть воинственная такая внешняя политика и экономическая политика, которая делает все для того, чтобы вот эта внешняя политика, ну, как бы привела к провалу. Продолжается в этом году у нас вывод за рубеж денег. Правительство увеличило вложения в американские ценные бумаги в этом году. Была вина бюджета. Кудрин, который до сих пор влияет на политику экономическую, про которую вот недавно был, ну, ряд статей прошел, что он сейчас кандидат на то, чтобы вернуться в администрацию президента и уже официально вновь курировать экономическую политику. Он сказал, что расходы надо сокращать на оборонную промышленность, ну, наверное, и, наверное, что надо еще больше вводить денег в Америку, да. Эти люди реально с этими приоритетами руководят экономикой, в том числе оборонной промышленностью. Политика Центробанка, которая подрывает конкурентоспособности, нашей экономики, да, и в том числе оборонной промышленности. Вот, то есть, еще раз, экономический блок живет у нас другими приоритетами. Они не хотят видеть Россию сильной экономически развитой державой, самостоятельной, а они хотят видеть Россию встроенной в мировую экономику на правах сырьевого придатка. Вот, и 18 лет в процессе вступления в ЭТО они эту политику проводили последовательно и сейчас, собственно, продолжают с помощью политики Центробанка, налоговой политики этим заниматься. Поэтому, еще раз, на вопрос, с этой экономической политикой можем ли мы в каких-то войнах победить? Конечно, нет, потому что все делается для того, чтобы мы не победили, чтобы у нас ничего не получилось. Тогда зачем их развязывать? Кого развязывать? Войны. Зачем тогда, если мы так экономически слабы, зачем им послали войска в Сирию? Ну, тут уже можно спорить. Мы развязали войны или... Нет, ну, мы не развязали, но мы приняли участие деятельное. Развязали не мы, это правда. Ну, отсиживаться, закукливаться в своей территории, это все равно тоже неправильно. Я этого не предлагаю, потому что, тем более, что Россия это не куколка, да, где можно закрыться... Если получается, что с нынешней экономической политикой выиграть войну нельзя, войну ввязываться нам все равно, мы вынуждены, чтобы отставить свои интересы. Но тогда получается, всего одно решение у этой задачки это изменение экономической политики или в противном случае... Браво, браво, конечно. А решение только одно, изменение экономической политики. Если у нас начнется бурный рост в экономике, то многие войны вести просто не придется. Там тот же Донбасс, если у нас будут все мощности в России загружены, мы сможем загрузить предприятия на Донбассе. Чего мы в этой политике сделать не можем. Если у нас все будет переть, то и на Украине люди, настроенные позитивно в отношении России, которых до сих пор немало, но они смогут более активно себя вести. То есть, нам будет что предложить? Какую-то конструктивную политику? Ну да, абсолютно. Адекватная экономическая политика это не только то, что у нас будет много долларов и рублей. Мы станем привлекательными как партнер, деловой партнер, политический партнер. Я думаю, что проблема с Украиной быстрее решится. Ну и с Сирией тоже разберемся. Как-то поддержим людей, которые не являются отмороженными экстремистами. Мы сможем более стабилизирующую роль играть, и это не будет стоить дорого. То есть, вы хотите сказать, что главная идея политики третьей силы, назовем ее так, это все-таки нахождение вот этого баланса между двумя, условно говоря, силами. Сейчас одна либеральная, другая ультрапатриоты, который в общем-то не базируется на экономическом базисе. То есть, вы предлагаете создать экономический базис, условно говоря, печку, и от нее уже плясать. Так? Ну, примерно так. Только вот баланс между этими ребятами искать, ну, это, мне кажется, не главная задача. Ну, с одной стороны, рыночная экономика, с другой стороны, государственная программа, государственное планирование, то есть, какие-то понятные правила. Государственное планирование, это мы предлагаем. А те ребята, которые машут шашкой в Турции, которые шапками закидывают, да, Турцию собираются шапками закидать, у них там тоже с планированием все плохо, как и у либералов. То есть, ваше принципиальное отличие от той и другой стороны, что вы считаете, что без государственного планирования, без стратегического планирования какой-то стратегической промышленной политики, разумной какой-то финансовой политики, все остальные ура-патриотические призывы остаются только фасадом, за которым ничего нет. Ну, примерно так, да. Понятно. Ну что ж, я думаю, мне удалось, наши зрители уловили суть политики третьей силы и основные моменты, на которые опираются представители так называемой третьей силы, которые и не либералы, и не ура-ультра-патриоты, которые готовы заменить реальные дела пиаром. Наверное, потому что реальное дело, оно гораздо труднее, чем пиар в телевизоре. Но у нас тоже телевизор, хотя мы не занимаемся пиаром, мы пытаемся донести до вас правду. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Вы узнаете, когда взойдет звезда третьей силы. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!